За круглым столом собрались представители государственной власти, Министерства образования, Минимущества, Пенсионного фонда, Социальные службы, а также некоммерческие организации, старосты города Абакана. И один вопрос на всех. Как наиболее эффективно организовать помощь пенсионерам? В Хакасии на сегодняшний день проживает более 150 тысяч человек этой категории населения. Каждый четвертый сегодня житель в республике пенсионер. Самое печальное в этой ситуации. Каждый третий это 50 тысяч в сельской местности. Вот в сельской местности, о чем вы говорите, действительно в силу удаленности, отсутствие гаджетов, мобильных цифровых технологий. Там действительно даже удаленность географическая сложность того, куда пойти. Вот здесь, что называется, в помощь пенсионному ФРЦ. Что нового из мер социальной поддержки? Ну, это, конечно, социальный контракт. Мы начинаем работу по оказанию материальной помощи, государственной социальной помощи в рамках социального контракта в республике Хакасия. Социальный контракт предусмотрен для малообеспеченных одинокопроживающих граждан и для малообеспеченных семей. Участники круглого стола заранее провели опрос среди пенсионеров. И, как оказалось, на фоне пандемии в минувшем году обвалился целый пласт проблем. И это не только оказание психологической помощи, а также организация санитарно-курортного лечения, доставка угля, партнезирование и многое другое. Появился и совершенно новый термин – невидимый пенсионер. Те люди, которые никуда не ходят, никому не обращаются, но они есть, они нуждаются в помощи. Бывают одинокие люди, бывает это и просто дети неблагополучные, бывает просто им не позволяет их воспитание. Вот сказали сидеть дома, они сидят дома и никуда не ходят. Бывает, что просто люди в силу своего возраста или состояния здоровья не могут никуда выйти. А помощь им тоже нужна. Итогом круглого стола должна стать некая памятка для пенсионеров, которая поможет в организации возникающих проблем. При этом рядом постоянно будут находиться представители госвласти и благотворительные фонды.